Всем привет! Я Алиса Че и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду обустраивать дом Маши и Медведя в Токобока. Перед началом обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Погнали! Нужно выбрать дом, максимально похожий на тот дом, который у нашего любимого Медведя. Я думаю, что похожий дом, к тому же с улицей, вот этот вот. Давайте в него зайдем и посмотрим, что же там есть. Посмотрите, комнат тут не очень много, но на самом деле у Мишки в доме тоже их не особо много. И меня радует, что есть такая вот улица. Давайте для начала уберем всю мебель. Нам сейчас нужна будет максимально лесная тематика, то есть разные вещи из дерева и так далее, и так далее. Сразу же, как мы заходим в дом к Мишке, мы видим гостиную. У нас есть здесь дверь, так что я думаю, что будет логично сделать в первой комнате гостиную. У него темно-зеленые обои, и они снизу, знаете, такие деревянные, а сверху просто как краска. Я не знаю, найду ли я такие, если что, просто покрашу зеленым. Но мне реально кажется, что таких вот темно-зеленых обоев нету. Поэтому просто берем красочку и делаем все стены вот такими вот. Ну да, наверное, этот цвет подходит. Из больших вещей нам нужен камин, телевизор, шкаф, ну и какое-нибудь кресло. Давайте поищем что-нибудь такое. Думаю, что я начну с кресла. Оно самое интересное. Мне кажется, что больше всего подойдет вот такое. Оно, кстати, тоже красное, тоже в какую-то полосочку. Мне кажется, его можно оставить. Дальше камин. Камин у нас будет стоять под окном, окна там быть не должно. Но, но что я могу сделать? Его закрыть ничем не получится. Так что мы поставим какой-нибудь каминчик. Белый, кстати. У него стоит белый камин. И уже на нем стоят разные крутые вещи, которые мы тоже будем искать. У него вообще вся стена, практически вся стена в каких-то наградах цирковых. Мне кажется, я не найду столько, в принципе, картинок, не то что наград в Токобоке. Дальше у него еще есть ящичек такой синенький. И там разные штучки для фокусов. Как я уже сказала, он выступал в цирке. Я думаю, что вы знаете об этом. Кстати, напишите в комментариях, кто смотрел этот мультик. А мне нужно найти что-то подходящее, что-то похожее на этот ящик. Ну, я сомневаюсь, что я найду что-то синее. Поэтому я предлагаю сначала посмотреть в коробках. Кстати, вот. Посмотрите. Похоже. Не синий, но похоже. А еще больше похожи вот эти два. Я думаю, что вот этот для домика медведя совершенно не подходит. Но все-таки откуда у медведя такие классные чемоданчики? А вот эти уже больше похожи. Я думаю, что оставлю вот этот. Ну, как будто немного побольше, что ли. Есть еще вот такой, кстати. Даже не знаю, какой подойдет лучше. Ладно, оставим вот этот первый вариант. И поехали обстраивать дальше. Нам нужен телевизор. По-моему, есть точно такой же телевизор, только боки, как стоит у нашего медведя. Да, ребята, вот он. Посмотрите, как круто. Только он не поворачивается, а у медведя он стоит как бы, ну, кресло повернутый. Также у него лежат дрова. Но где дрова я возьму, честно, я не знаю. Давайте представим, что они у него просто закончились. Ну, либо же он перешел на уголь. Также иногда у него стоит какой-нибудь маленький черный столик. Так что я предлагаю его тоже добавить. Знаете, он такой кофейный столик маленький, но черный. Не знаю, найду я такой. На самом деле здесь очень мало черных столов, в принципе. Так он еще и маленький. Я немного сдвину кресло, потому что я забыла еще один элемент, который обязательно нам надо добавить. Ну, я продолжаю искать столик, которого вообще нет. Так что давайте добавим вот этот. Он не черный. Но мне кажется, он похож. А также нам нужна какая-то непонятная табуреточка, знаете. Вот. Вот такая. И на ней у него стоит самовар. Разные вкусняшки, которые он кушает, пока есть телевизор. Теперь мы добавляем книжный шкафчик. Книжный шкафчик у него там внизу ящички есть. Вот. Вот такой. Только он у него коричневый. А такого коричневого у меня нету. Слушайте, это нечестно. Окей, мы добавляем вот этот. Потому что он коричневый, белый не подходит сюда. Ну нет, вообще он подходит, но нам нужен именно коричневый. Ну что же, теперь мы переходим к самим вещам медведя. Давайте-ка смотреть, что у него здесь есть. Я думаю, что я начну как раз-таки с картинок. Их больше всего. Я думаю, тут без постеров обойдется. Постеры тут не к чему. Ну и мы наклеиваем просто какие-то такие вот картиночки. Знаете, вот что-то типа такого. Портретики. Я наклеиваю все подряд, потому что у меня не хватит картинок обклеивать что-то реально похожее на картинки у медведя. Вот его лучший друг какой-нибудь. Пусть будет сова. Ну он, медведь, наверное, любит сов. Орешек какой-нибудь. Цветочки. Тоже хорошо. Какие-то у меня все слишком большие картинки получились. Ну ладно, вот. И бабочку еще добавляем. Отлично. Мне кажется, получилось. Дальше нам нужны кубки, медали, все такое. Где же их мне найти? Идем вот сюда в игрушки. И уже здесь мы достаем наши кубки для медведя. Я хочу их поставить прямо на камин, как стоят у него. Еще вот такой вот мяч. Представим, что он еще играл в какой-нибудь команде футбольной, баскетбольной. Почему бы нет? Не только же медведям в цирке играть, правильно? Вообще, на этом столе у него всегда лежит что-то разное. Но я буду отталкиваться от своей картинки. И сейчас на этом столе лежат разные штучки для Маши. То есть какие-то канцелярские принадлежности. Видимо, Маша собирается учиться. Вау, интересно. Давайте тогда найдем для нее разную канцелярию. Вот какой-нибудь дневничок. Нам нужен карандаш. Отлично. Все продвинутье и продвинутье становится. Может, еще и пенал поставим. Ну нет, все слишком будет радужно. Хотя это же Маша. Ей пенал нужен определенно. Вот. Как-то так поставим. Не знаю, буду ли я заполнять вот этот вот ящичек. Думаю, что нет. Я заполню просто книгами вот этот вот шкафчик. Я просто ставлю разные книги, которые мне просто под руку попадаются. Я их ставлю. Ну, потому что тут выбор не особо большой. Так, ну и последняя полочка осталась. Я, кстати, нашла еще какие-то маркеры. Еще книжечки. Давайте, не заканчивайтесь, пожалуйста. Вот туда они ставятся не хотят. Ну ладно, вставляем вот так тогда. Шикарно! Посмотрите. Ну, мне кажется, что похоже получилось. Переходим в следующую комнату. Кстати, пол. Я забыла, что у него есть еще ковер небольшой. Интересно, найду ли я такой. Он, кстати, квадратный какой-то. Тут квадратных ковров в принципе нету. Ну, вот этот похожий. Вот так его поставим. А пол у него деревянный. Ну, практически как и здесь. Только, наверное, чуть-чуть потемнее. Вот. Шикарно! Теперь точно похоже. Переходим в следующую комнату. Но достаточно большая. У него рядом с комнатой кухня. Так что я думаю сделать там как раз-таки кухню. Во-первых, меняем обои. Как всегда. Тут у него уже реально обои. Не просто покрашенные стены. И какие-то зеленоватые. Опять же. Что-то типа такой вот. Но зеленый. А такой нет. Ура! Значит, опять красим. Тут уже гораздо светлее оттенок. Какой-нибудь такой, наверное. Да, вот такой идеальный. И мы меняем еще и пол. Но пол у него везде одинаковый. Меня это радует. Белый холодильник. О, смотрите. Мне кажется, очень похоже. Не думал, что у него будет стоять какой-нибудь модный холодильник. Мы поставим просто вот этот. Возле окна, кстати. Окно тут тоже есть. Нам нужны вообще маленькие какие-то занавески. Но таких маленьких здесь нет. Поэтому мы повесим большие. Рядом с окном у него стоит еще какая-то тумбочка, что ли. Где мы ее можем найти? В шкафах. Идем в шкафы. Кажется, я примерно понимаю, что нам нужно. Что-то такое. А теперь нам нужен стол и стулья. Ух ты! Прямо реально, как у медведя. Слушайте. Вообще очень похож, мне кажется, один в один. Тот же самый стол и стулья тоже те же самые. Ничего себе! Поставим их вот так. Шикарно! Ребята, это лучшее, что я делала. Дальше мы делаем книги для Маши, чтобы она могла достать до стола. Вот, книжечки кладем. Ну и еще одну какую-нибудь маленькую давайте положим. Оп. Все. Замечательно. Посмотрите, мне кажется, вот эта вот раковина вместе с ящичком вот этим, который с занавесочкой. Очень похож на тот, который у Мишки. Супер! Ну и вообще у него немного другая плита сама. Но тут такой нету, поэтому мы поставим вот эту. Вот здесь она у него стоит. Ну супер! Мне нравится. Ну и осталась последняя комната, и это, конечно же, спальня. Пол все тот же. Мы его не меняем. Вот такой. Обои похожи как на кухне, но немного потемнее. Вот такие, наверное, даже. Они странные. То ли зеленые, то ли коричневые вообще какие-то. Непонятно ничего. Давайте сделаем такие же, как вот в гостиной медведя. Нам нужна кровать. Еще бы найти похожую кровать. Ох, кстати, вот такая. Ну, сменил медведь немножечко свое постельное белье. Ну, кстати, оно у него тоже с цветочками. Оставляем. Оставляем. И нужна какая-нибудь раскладушка для Маши. У нее она розовая. Вот именно белье у нее розовое. Так что я предлагаю выбирать по постельному белью. Вот это. Ну, окей. Пусть будет так. Еще у него стоит рядом с окошком. Кстати, окошко здесь тоже есть. У него стоит тумбочка. По-моему, такая же, как и на кухне. А у меня другой. В принципе, тут нету. Так что ставим. Э, кровать не ставится никуда. Посмотрите на нее. Меняем кровать. Что-то с ней произошло не то. Эээ, что за лагерь? Что происходит? Ладно, поставим вот так. Также нам нужен стульчик. Не знаю, для чего он там. Просто стульчик. А также нам нужно сюда поставить будильник. Есть ли тут такой будильник вообще? Поставим часики вот эти. Они мне нравятся. А будильника, кстати, нет. Лампу настольную. Вообще вот это очень похоже. Но я не буду ее ставить, потому что она с мордочкой. Придется искать что-то другое. Ладно. Я поставлю вот эту. Выбор сделан. Все комнаты готовы. А это у него будет просто, знаете, такое место, как кладовка. Так что мы здесь меняем обои на какие-нибудь серые и темные. Вот кирпичные. И пол такой сделаем. Ну, как в принципе везде в доме. Вот. Замечательно. Давайте сюда поставим шкафы. Ну, а Мишка уже сам будет решать, что в них поставить. Все-таки это его кладовая. Ну, вот, ребята, что у нас получилось. Давайте скорее привезем сюда Машу. Надеюсь, она оценит то, что я сделала. Вот она. Супер. Посмотрите, она реально может сидеть на вот этих книжках. Ничего себе. Вот ее кровать. Ну, а вот ее любимая гостиная с разными прикольными штучками. И любимый телевизор. Мне кажется, что ей очень понравилось. Ну, а вам, ребята, если да, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами была Алиса Че. Всем пока-пока.